Всем добрый день! Сегодня мы пошли, чтобы купить чай. Искали специально кенийский чай. И вот увидели такую упаковку. Это чай Мирас или Мирас, не знаю как ударение. Это кенийский чай, премиум кения чай. Здесь 250 грамм. Изготовлен такой чай в Алма-Ате, в Казахстан. Высший сорт, способ заваривания написан. Также сказано, что Мирас это отборный кенийский чай, собранный с лучших высокогорных экологически чистых плантаций. Нежный аромат, яркий, насыщенный, интарный цвет. Крепкий, изысканный, неповторимый вкус чая. Дарит необыкновенную бодрость и тонизирует. Ну, в принципе, такое везде пишут. Но нам понравилось, что это новинка. А когда новинка, все-таки стараются чай сделать более качественным. Уже дома увидели, что это здесь еще и акция. Ну, если честно, я в такие акции не верю, потому что это обычно такой рекламный трюк. Так что буду открывать при вас и буду заваривать. Посмотрим, какой чай на самом деле. Такая упаковка, здесь 250 грамм, стоит 990 тенге. Так. Откроем, посмотрим, как упакован чай внутри. Обычно фольгированная упаковка должна быть. Да. Вот такая фольгированная упаковка. Сейчас я пересыплю чай. Так как в такой упаковке, в скрытой, уже хранить нельзя тут. Чай выдыхается. Посмотрим, какой чай. Чай. Мелкие гранулы. И очень мелкая типа пыли, что ли. Ну, не знаю. Посмотрим. Сейчас я его пересыплю. Нет, наверное, я сначала его заварю. Будем действовать по всем правилам. Ошпарю кипятком. Чайник заварной. Так, сказано. Способ заваривания. Ополосните заварочный чайник горячей водой. Засыпьте чай из расчета 1 чайная ложка на 2 чашки. Здесь, в этот заварной чайник у меня помещается 4 чашки. Значит, я насыпаю 2 чайных ложки заварки. И заливаю кипятком. И заливаю кипятком. Так, все. Теперь нужно подождать 3-5 минут, пока чай заварится. Так, а я пока пересыплю чай в другую банку. Конечно, никаких тут денежных вознаграждениях тут и в помине нет. Но я, в принципе, на это и не рассчитывала. Прошло 5 минут. Сейчас посмотрим, какой чай. Ну, красивый цвет, очень красивый. Но главное еще, какой вкус. Потому что иногда бывает цвет красивый, а пить невозможно. Чай такого красно-кирпичного цвета, очень насыщенный. Осталось посмотреть и понюхать, какой запах. Пахнет чаем, свежезаваренным чаем. Но пить еще горячо, поэтому подожду, пока он немного остынет. Чтобы можно было попробовать. Сейчас попробую чай без молока, а потом еще попробую чай с молоком. Потому что иногда, когда завариваешь чай свежий, какой-то новый, и добавляешь молоко, цвет чая получается сероватым. И очень неаппетитно выглядит. А иногда прям очень красивый и вкусный. Так, сейчас попробуем чай с молоком. Сначала я налью молоко. А теперь добавлю чай. Цвет хороший, красивый, не серый. Ну, чай вкусный. И немного напоминает тот чай, который был в советское время. Индийский, кажется. Ну, точно не грузинский. Такой приятный. И аромат есть у чая. Иногда чай заваришь, а он пахнет то ли веником, то ли травой. А это очень приятный чайный вкус и чайный аромат. Надеюсь, мой отзыв кому-то пригодится. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.